Уважаемые гости, компания Кудрлайн приветствует вас. Тема нашей сегодняшней встречи вы видите на экране это изменение регламентированных форм отчетности за 22 год и будем смотреть на ее на примере конфигурации 1S ERP. Введу вебинар я, консультант-аналитик Галина Гардышева. На этой заставочке вы можете видеть наши контакты, то есть адрес электронной почты, телефоны и адрес сайта. Через некоторое время после проведения вебинара мы выкладываем записи прошедших встреч и через сайт вы можете посмотреть, если вам оказалось неудобным время или вы не смогли досмотреть до конца. Так что приглашаем вас посетить наш сайт, посмотреть там много дополнительной информации. Мы будем рады, если вы будете задавать свои вопросы. В этом случае, если любым удобным способом, если это будет в формате, например, по электронной почте или какое-то другое обращение, то мы сможем, во-первых, больше внимания уделить вашему вопросу, во-вторых, ответить более предметно уже касаемо вашей ситуации, ну и, соответственно, оказать любые другие услуги, которые касаются обслуживания и внедрения программ семейства 11. Программа нашего вебинара, вы видите ее на экране. Сегодня мы поговорим про изменения, которые произошли в системах налогообложения. И наш вебинар будет строиться следующим образом. Нормативные документы, нормативную часть я буду показывать вам на слайдах. И мы будем с вами переключаться параллельно на демо-базу. Сейчас я туда переключусь. Демо-база ERP. И, соответственно, некоторые вещи я буду показывать уже напрямую, так сказать, вживую, на демонстрационной конфигурации. Сейчас мы с вами вернемся к слайдам. И поговорим про изменения, которыми этот год был очень богат. И, соответственно, что мы можем делать в связи с тем, что приближается окончание года, то есть закрытие года и сдача годовой бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская налоговая, соответственно. Ну, самыми значимыми событиями, которые, так сказать, произошли в налогообложении в бухгалтерской отчете, это кроме того, что были внедрены, введены в действие новые ФСБУ, это у нас начало в экспериментальном режиме работать новая налоговая система. Это автоматизированная упрощенная система налогообложения, АУСТН. Соответственно, сейчас это проводится в режиме тестовом, то есть это как эксперимент, проводится в четырех областях, то есть в Москве, Московской и Калужской областях в республике Татарстан. Соответственно, для перехода на упрощенку по этим регионам нужно было подавать заявление заранее. Сейчас применять упрощенку, автоматизированную упрощенку АУСТН могут либо вновь зарегистрированные юблицы или предприниматели, либо подать заявление о переходе на спецрежим до 31 декабря и, соответственно, со следующего года уже начать применение этого режима. Ну, это один из таких наиболее громких, наверное, событий. Одно из наиболее громких событий. С одной стороны, нацелена, так сказать, автоматизированная упрощенка на микропредприятия, и, в принципе, выглядит она весьма привлекательной, но на самом деле в ней достаточно много как ограничений, так и, в общем-то, несколько ложек дегтя. То есть из привлекательных сторон это то, что те, кто применяет автоматизированную упрощенную систему нового обложения, освобождаются от уплаты страховых взносов, освобождаются от поведения, от сдачи отчетности и, соответственно, другие, не только по налогам, то есть декларацию, но и страховые взносы. Для эпистов это очень привлекательно еще и тем, что освобождает их от фиксированных страховых взносов и, соответственно, в этом случае будет действовать мораторий на выездные налоговые поверхности. Но, как всегда, действия и негативные стороны. То есть преимущества со спецрежимом понятны, но поскольку у нас с Нового года вводится единый налоговый платеж, то есть уплата налогов и взносов одним платежным поручением с последующим распределением налоговой инспекции самостоятельно по вашим данным между бюджетами, между налогами, то применение автоматизированной упрощенной системы налогообложения для предприятий, которые будут применять единый налоговый платеж будет невозможно. То есть, соответственно, если применение этого будет с Нового года обязательным, то возникает воречие, каким образом тогда предприятия малые или микро смогут применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Ну и, соответственно, на этом движении ставки немного выше, то есть вместо привычных 6% и 15% будут платиться 8% и 20%. То есть также сохранятся объекты доходы и доходы минус расходы. Это, так сказать, одно из новшеств. Теперь кто не может использовать это новшество? Не могут использовать, как я уже сказала, плательщики единого налогового платежа. Не смогут использовать эту систему те, кто рассчитывается с физлицами наличными или те, кто нанимает на работу налоговых нерезидентов. То есть на самом деле это не всегда только иностранцы. Это чаще всего гастарбайтеры, которых у нас достаточно много используется в повседневной жизни как работников, в качестве работников. И, соответственно, не смогут применять те, кто выплачивает доходы, которые дают право на досрочную пенсию. Ну, это чаще всего какие-то вредные производства. Ну и самый основной момент, что при применении единого налогового платежа взаиморасчеты должны вестись через выполномоченные банки. А, соответственно, должен банк быть внесен в реестр уполномоченных банков. То есть если вы выплачиваете зарплату, например, у вас зарплатный проект в каком-то другом банке, которого нет в специальном реестре налоговых органов, то, соответственно, вы тоже не сможете применять автоматизированную упрощенку. Ну и, собственно говоря, если вы платите своим работникам зарплату больше, чем 5 миллионов в год, то есть она облагается по ставке 15%, ну, либо 35%, если это были какие-то заемные средства, то вы тоже не сможете применять эту упрощенку. Соответственно, если вы выплачиваете доходы в натуральной форме или те, при которых возникает материальная выгода. Ну, материальная выгода, это я уже говорила, это заемные средства, либо работнику предприятия, либо взаимозависимый милицию. В этом случае автоматизированную упрощенку для вас становится также недостижимым. На самом деле, здесь есть еще некоторые варианты, вариации, которые могут произойти до Нового года, потому что на данный момент еще не утвержден реестр, допустим, банков и некоторые другие нормативные акты. Теперь переключимся мы с вами сейчас на демо-базу и поговорим о том, как вот этот режим можно использовать, то есть если вы все-таки приняли решение его применять, то необходимо будет выполнить некоторые настройки в конфигурации. Я сейчас переключусь еще на слайд, а потом мы туда же попадем уже, так сказать, вживую. То есть настройки делаются через меню NSI и администрирования, и, соответственно, делаются они в организации, в настройки организации. Сейчас мы переключимся с вами в демо-базу, перейдем NSI и администрирование и откроем организации. У нас в демо-базе, соответственно, несколько юридических лиц, то есть несколько организаций. И вот у меня картинка была из StrongResource, сейчас мы в него и войдем. Посмотрим на его примере. Пока программа открывает, значит, это у нас с вами зафиксировано в учетной политике по налогам и по бухучету. Хочу обратить ваше внимание вот на какой момент. На релиз конфигурации. Посмотреть мы его можем через вот такую пиктограмму. Здесь у нас есть информационный материал, то есть сведения о программе. И посмотреть, какой релиз мы можем вот здесь. То есть релиз самой конфигурации, релиз платформы. То есть мы, если вдруг подзабыли, можем здесь освежить память. Почему я на этом делаю акцент? Потому что поскольку очень много было изменений, кроме того, что введена автоматизированная, автоматически упрощенная система налогообложения, кроме этого были и другие изменения, глобальные, так сказать, про которые мы поговорим чуть позже. И, соответственно, в программе вводились изменения, которые позволяют использовать изменения в законодательстве. И поскольку мы с вами сейчас говорим про упрощенку, то, соответственно, в учетной политике нас интересует именно раздел упрощенки. То есть у нас есть настройки общей системы налогообложения, финансового, бухгалтерского учета. И вот немножко пониже, если мы спустимся, настройки учета УСН. И, соответственно, если мы перейдем по ссылке изменить, то здесь мы можем настроить и применение новой упрощенки. Хочу еще обратить ваше внимание вот на какие данные. То есть поскольку у нас были изменения по ФСБУ, поскольку у нас, ну, фактически вот с этого года начато применение обязательное ФСБУ-6-2020, ФСБУ-20-2020, то, соответственно, и настройки, которые в программе, ну, скорее всего, у вас уже сделаны. Но, тем не менее, обратите внимание, что если перейти по ссылке, то нужно проверить перед тем, как вы будете закрывать месяц, что у вас включено в состав настроек. Напомню, что у нас еще применяется ФСБУ по учету нематериальных активов. Это 14 ФСБУ, 25 ФСБУ. Ну, то есть проверки над нас проверили, чтобы они у вас соответствовали текущему состоянию. И, соответственно, по боку учетов, ну, здесь в основном это отметки флажками, и касаются они отчетности, которая уже давалась. То есть, если у вас ничего не изменилось по состоянию, например, отчетности за третий квартал, то достаточно будет проверить. Мы снова с вами сейчас переключимся к нашим слайдикам. И это вот слайд того, что мы с вами только что посмотрели касательно учетной политики по упрощенкам. Но это у нас еще не все. То есть, вот работа с автоматизированной упрощенной системой налогообложения. А почему я сделала акцент на релизе? Реализована, начиная с релиза 2.5.8.221. То есть, это релиз, который у нас вышел 20 июня этого года. Соответственно, если у вас более старый релиз, или вы не занимались обновлением конфигурации, то у вас такого функционала может еще не быть. То есть, обратите внимание. Ну, и попутно хочу сказать, что сейчас уже вышел релиз 2.5.9, в котором, ну, опять же, реализовано достаточно много новых функций. И, соответственно, если вы работаете не только с УТРП, то также были обновления и в бухгалтерию, и в обычную, в КОРТ, и в комплексную автоматизацию. Ну, то есть, в большинство конфигурации 1С. Второй очень значимый момент – это объединение фондов. Объединение фондов у нас анонсировано с 1 января следующего года. Соответственно, в связи с этим будет изменение и в налоговой, и в отчетности фонды. И вместо четырех отчетов, которые сдаются сейчас, будет сдаваться две формы. Ну, и, собственно говоря, изменятся сроки, в которые они должны предоставляться. Но, несмотря на то, что формы как бы отменяются и сроки их сдачи выравниваются, на самом деле, получится, что у каждой как бы части этого отчета, объединенного отчета, будут свои сроки предоставления. Ну, сейчас, например, мы сдаем отчет СЗВТД о приеме на работу, и также его нужно будет сдавать и после Нового года, но сдавать не позднее следующего рабочего дня, после оформления договора. А по остальным кадровым мероприятиям срок будет до 20-го числа следующего месяца. То есть, то, что мы сдавались раньше в разделе, раньше как отчет 4 ФСС, также остается ежеквартальным, а СЗВ стаж годовым. То есть, этот раздел будет сдаваться только при наличии работников с особыми условиями труда, которые дают право на досрочную пенсию, то есть, погаящие ставки. То есть, практически получается, что отчет отдельный, но сдавать мы его будем несколько раз. В объединенный фонд войдет, ну, собственно говоря, фонд стал один, отчетность объединила в себе сведения, которые мы подавали по 4 разным отчетам. Ну, и в обязательном порядке в эту отчетность будет включаться СНИЛ с фамилией, имя, отчество, то есть, персональные данные, периоды по поводу работы, сведения о трудовой деятельности, даты заключения и прекращения договоров ГПХ. И, соответственно, взносы на накопительную часть пенсии, если такие взносы были уплачены, то есть, не начисленные, а именно уплачены. Ну, или будут содержать еще и другие сведения для назначения страховой и накопительной части пенсии. В прошлом году, ну, точнее, за отчетность прошлого года, 21-го, налоговая инспекция меняла порядок сдачи годовой отчетности. То есть, в новых правилах затреплены новые способы, как организация или предприниматель может направить бухгалтерскую отчетность и какие изменения внесены для малых компаний. Когда у нас встречается термин «малые предприятия», то здесь нужно сразу четко понимать, что «малые» – это предприятие. Отнести себя к малому предприятию можно только в том случае, если ваше предприятие включено в реестр МФСП, то есть малых и средних предприятий. Если вы в таком реестре не числитесь, значит, и, соответственно, применять льготы, которые касаются малых компаний, вы не можете. Значит, вам нужно начать с того, что решить вопрос с тем, почему вы не попали в такой реестр и как это исправить. Но на самом деле изменения, которые касаются сдачи годовой бухгалтерской отчетности, это не какое-то новшество, это просто сняли противоречия между тем, что было в законе о бухучете, ну и, соответственно, других нормативных актов. Потому что в бухучете направление отчетности регулировалось, было записано, что только через оператора ТКС. На самом деле сейчас мы можем сдавать и через оператора ТКС, и есть сервис 1С, отчетность, когда мы сдаем напрямую в налоговые органы, именуя операторов электронной отчетности. И можем сдавать на сайтах налоговых инспекций, там разработаны и предоставлены новые сервисы, которые позволяют напрямую на сайте формировать и сдавать отчетность. И, кроме этого, налоговые органы переформируют государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности, то есть ГИРБО. На этом ресурсе дублируется вся бухгалтерская отчетность, которая была сдана, и все заинтересованные органы, в которые раньше требовалось предоставлять копии отчетности, могут получать отчетность с этого ресурса, и предприятиям теперь не нужно ее подавать им дополнительно. С одной стороны, это удобно, с другой стороны, нужно учитывать, что размещается информация о поданной отчетности в среднем не раньше июля месяца, то есть в течение полугода, чтобы налоговые органы ее приняли, проверили, ну и, соответственно, разместили на этом ресурсе. Поэтому, если какой-то заинтересованной компанией, ну, возможно, банковские какие-то организации, возможно, какие-то другие, затребуют с вас все-таки копию отчетности, которые еще не выложены на Агербот, то, соответственно, вам придется это предоставить. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это об изменении в налоговой системе, когда получили определенные налоговые годы и какие-то другие преференции разные виды компаний, то есть с разными видами деятельности. Соответственно, это в первую очередь IT-компании, то есть те, которые занимаются разработкой программ, разработкой баз данных, ну, то есть занимаются тестированием и так далее. В этом случае такие предприятия имеют льготу по налогу на прибыль. Значит, у нас в этом случае налог на прибыль по льготной ставке будет 3% в федеральный бюджет и бюджет региональный, ставка обнуляется. Естественно, для того, чтобы иметь такие льготы, необходимо, чтобы компания выполняла некоторые условия, ну, то есть соответствовала некоторым требованиям. То есть, во-первых, компания должна иметь документ о госаккредитации, во-вторых, выручка за прошедший отчетно-налоговый период должна быть не менее 90% от всех доходов, это должна составлять выручка именно IT-услуг, то есть работа с программным обеспечением. Ну, естественно, еще должна быть соблюдена численность работников не менее 7 человек. И если компания при соблюдении каких-то условий нарушает какое-то из требований, то в этом случае она пересчитывает налог по общей ставке с начала налогового периода и, собственно говоря, после этого она должна пересмотреть и исправить показатели, которым она не соответствовала, которые были нарушены. Кроме того, что IT-компании получили льготы, изменения произошли и для других. То есть, компании, которые занимаются добычей углеводородного сырья на новых морских месторождениях. В этом случае у них будет налог 20% без распределения между бюджетами. То есть, в этом случае вся сумма зачисляется в федеральный бюджет. И такие компании, ну, естественно, тоже должны обращать внимание на правильность исчисления налогов. В связи с тем, что у нас изменения происходили и по ставкам налогов, и по лимитам, то есть хочу напомнить, что в этом году у нас по упрощенцам вообще очень интересная ситуация. То есть у них действует переходный период. Если предприятие соответствует всем критериям, которым должна соответствовать приобычную упрощенку, не приавтоматизированную, то, соответственно, у нее должны соблюдаться лимиты по выручке, лимиты по стоимости основных средств, по численности и так далее. Если предприятие по какому-то из этих параметров превысило эти показатели, то она может не потерять право на применение упрощенки, а, так сказать, заплатить упрощенку по повышенной ставке. И вот этот вот переходный как раз-таки период у нас и закреплен законодательно. То есть в этом случае будет повышена ставка вместо 6% будет 8% и вместо 15% будет 20%. Ну, например, если у организации численность должна быть не больше 130 человек, а, например, у нее 135 человек, в этом случае она не утратит право на упрощенку, а заплатит только по повышенной ставке. И в связи с этим было много изменений и в бланке по декларациям. То есть, начиная с прошлого года, предприятия применяют новую форму декларации. Обратите внимание, что достаточно широко освещалась именно отмена декларации по 6% упрощенке, то есть по декларации доходы. Но, несмотря на то, что предприятие, несмотря на то, что Дума этот законопроект уже одобрила в очередном чтении, сам законопроект до сих пор не принят официально. И поэтому нужно отслеживать изменения именно по этому пункту. Линиты по упрощенке тоже у нас были увеличены. И для того, чтобы подать заявление по упрощенке на следующий год, вы должны помнить, что вы можете подать уведомление о применении упрощенной налоговой системы, обычной, то есть не автоматизированной, до 31 декабря. То есть нужно еще учитывать, что поскольку праздничные дни у нас установлены таким образом, что для перехода на упрощенку в этом году вы должны были подать заявление в прошлом году, то есть в 2021 году, до 31 декабря. Но 31 декабря попадал на выходной день. И, соответственно, срок подачи у нас увеличивался до 10 января. В этом году ситуация немножко другая, поэтому проверьте, чтобы вы не оказались в ситуации, когда ваше заявление на применение упрощенки осталось непринятым. Потому что в этом случае вы, во-первых, потеряете право на применение упрощенки, во-вторых, обязаны будете применить общую систему налогообложения, и, соответственно, со всеми ее налогами, то есть и с НДСом, и с подачей сведений, ну, то есть практически окажетесь в другой стране. Перечень расходов, то есть законодателей новшества коснулись и включения расходов и доходов при работе на упрощенке. В перечень расходов по упрощенке добавили затраты на обеспечение мер по технике безопасности, расходов, связанных с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, то есть там, где законодательно предусмотрено размещение здравпунктов, теперь можно включать расходы на содержание таких помещений в состав затрат. Ну, и, собственно говоря, приобретение медицинских изделий для диагностики по коронавирусу, то есть это и тесты, и все связанное именно с этим вопросом. Ну, естественно, это и затраты, которые связаны с введением в эксплуатацию такой медицинской техники. Почему я делаю акцент именно на упрощенке? Потому что на самом деле большинство мероприятий налоговых изменений были направлены на то, чтобы конкретизировать и более точно обеспечить собираемость налогов именно по среднему бизнесу, то есть по тому, который попадает под критерии упрощенной системы налогообложения. Для крупного бизнеса были тоже изменения по прибыли, по, допустим, дополнительным налогам, но они не такие значимые, как те, которые коснулись именно упрощенцев. Ну, вот конкретные изменения были по НДС. То есть в этом году у нас вводится нулевая ставка по НДС для гостиниц. Здесь нужно только поднимать, делаю акцент на том, что нулевая ставка вводится для гостиниц, которые расположены в Российской Федерации и которые внесены в специальные реестры. Расширен список операций, которые освобождаются от НДС. И штрафы, то есть изменена система штрафов. Про штрафы мы поговорим немножечко позже. А сейчас вот, собственно, хотела в таком виде вам показать, что какие изменения были по разным видам налоговых нагрузок. То есть по НДС у нас было освобождение от НДС сделок по передаче исключительных прав. Применена нулевая ставка для гостиниц. Обратите внимание, что нулевая ставка и освобождение от НДС это немножко разные вещи. И, соответственно, была отменена льготная ставка по НДС для фракции пальмового масла. Ну, еще нужно сказать про такое изменение, как начало работы системы, как его называют, банковского светофора для проверки клиентов. То есть это сервис, который будет оценивать клиентов по факторам риска. И, соответственно, юрлицам и предпринимателям будет присваиваться уровень риска. Красный – это высокий уровень риска. Это значит, что компания имеет признаки фирмы одной днести. То есть не ведет операции, не ведет банковские операции, не сдает отчетность. Ну, то есть когда есть возможность усомниться в том, что эта компания реально осуществляет какие-то бизнес-операции. Желтый – это средний уровень риска. То есть у клиента есть сомнительные операции. И банков подозревают, что клиент может либо отмыванием дохода заниматься, ну, профинансирование террористических организаций – это как бы совсем уже тяжелый случай. Но, тем не менее, желтый уровень. И зеленый – то есть это низкий уровень риска, когда не обнаружено каких-то подозрительных операций. То есть клиент работает с белой, с белой зарплатой, все чисто и красиво. И кроме того, что банк будет относить к какой-то цветовой гамме вашу компанию, вы еще и должны будете подтверждать, что если ваша компания сама по себе имеет зеленый цвет, то есть низкий уровень риска, но вы переводите денежные средства в адрес более рискованной компании, то в этом случае банк может вам и отказать о переводе. То есть если ваша зелененькая компания переводит какой-то непонятный красный компанию денежные средства, то, во-первых, банк имеет право запросить у вас дополнительную информацию, запросить договора, там еще какие-либо документы, ну а во-вторых, у меня право просто отказать в данном переводе. По другим налогам. То есть у нас с 1 января этого года, 22-го, вступили в силу поправки в налоговый кодекс. На самом деле поправки в налоговый кодекс в этом году вносились несколько раз, но сейчас мы говорим именно о том, что были внесены поправки в учет расходов по санаторно-курортному лечению для сотрудников. И эти поправки касаются налога на прибыль. То есть в 22-м году мы теперь можем включать в оплату труда расходы на путевки, опять же, обратите внимание, расходы на организацию отдыха и туризма на территории Российской Федерации и по санаторно-курортному лечению на территории Российской Федерации. В этом случае предприятие может как само оплатить за работника, например, стоимость путевки, так и компенсировать ему стоимость путевки на него, на членов его семьи, то есть на супругов, детей, подопечных, детей до 18 лет или до 24, если они учатся на очной форме обучения. Применить такую льготу можно один раз в год. Не более 50 тысяч рублей на каждого из отдыхающих. При этом, казалось бы, 50 тысяч, если это семья, муж, жена и ребенок, 50 тысяч на всех. Это очень неплохая сумма. Но, тем не менее, эта сумма не должна превышать 6% от входа. То есть от суммы расходов на оплату труда. И в этом случае санаторно-курортные путевки, которые приобретены для работников НДФЛ, не облагаются. Однако, если повторно в течение года такую операцию произвели, то вот в этом случае это уже попадает под налогообложение и уже не включается в состав затрат по налогу на прибыль. То есть это предприятие уже может выполнять только за счет собственных средств. Еще одна тонкость, что стиральный закон 382 ФЗ, который тоже вносил изменения в налоговый кодекс в главу 25 и 30. Это коснулось лизинговых, в учетах лизинговых операций. Это, соответственно, опять же, по налогу на прибыль. В этом случае, если у нас лизинговый получатель оплачивает лизинговые платежи, то амортизацию он не начисляет. Она будет учитываться в расходах только как периодические лизинговые платежи. И если у нас в конце остается какая-то сумма для передачи собственности по договору купли-продажи, например, что мы оплатили весь лизинг, и выкупная стоимость у нас составила, например, тысячу рублей, то лизинговые платежи в этом случае учитываются в составе расходов за минусом указанной выкупной стоимости. То есть получается, что у нас договор делится как бы на две части. Сам по себе лизинговый договор и отдельный договор купли-продажи. На самом деле, как вы видите, у нас достаточно большой нормативный, так сказать, багаж по всем изменениям, но в конфигурации изменений должно быть не так уж и много. То есть на самом деле у нас вводятся новые формы регламентированных отчетностей, которые уже действуют, по которым уже отчитывались за полугодие, за 9 месяцев. А вот основные, как бы такие революционные изменения у нас произойдут в отчетности за год, которые мы будем сдавать уже в 2023 году. Ну и, соответственно, изменения, которые коснутся следующего года, то есть это объединение фондов и некоторые другие, мы уже будем в следующем году с вами, так сказать, на практике осваивать. Но, тем не менее, есть несколько аспектов, на которые нужно обратить внимание уже в этом году, потому что, несмотря на то, что нормативно было введено в действие это в прошлом году и некоторые более ранние периоды, то практическое применение началось вот именно в этом году уже в активной, так сказать, фаде. Ну, первое, это то, с чем уже большинство из вас столкнулись, это новые основания для признания налоговой отчетности не предоставлены. На самом деле, они не такие уж и новые, поскольку были приняты летом прошлого года, то есть с 1 июля 2021 года, у нас был принят дополнительный перечень обстоятельств, когда декларация может читаться фискальными органами непредоставленной. То есть это 374 ФЗ. Здесь, в принципе, собраны в основном ситуации, когда неправильно или недостоверно оформлена подпись. Как вы знаете, с этого года все электронные подписи, которые были выпущены разными коммерческими организациями, должны были быть заменены на квалифицированную электронную подпись, которую выпустили налоговые органы. И, соответственно, в связи с этим пункт, который дает основания для признания налоговой отчетности непредоставленной, это подписи. То есть если налоговая декларация или расчет подписан неуполномоченным лицом, то есть лицом, на которого такая подпись не оформлена и не предусмотрена. Если налоговая декларация или расчеты подписаны дисквалифицированным лицом и на момент подписания срок дисквалификации был еще действующим. Ну, совершенно откровенный, так сказать, мошеннический вариант, это если подписана отчетность умершим лицом. То есть если свидетельство о смерти было раньше того, как подписана декларация. А вот следующий пункт достаточно распространен, если в отношении руководителя, подписавшего отчет, внесена запись в игре о недостоверности. Почему это распространенная ситуация? Потому что, например, человек поменял паспорт по возрасту. И, соответственно, если при этом кадровая служба не отслеживает сроки, когда он должен иметь паспорт, то в игре оказываются данные его старого паспорта, а на руки ему выдан уже новый. То есть вот в этом случае налоговые органы внесут запись о недостоверности сведений о руководителе или о должностном лице, те, которые имеют право предоставлять интересы компании без доверенности. И здесь достаточно трудоемкий процесс. Скажем так, во-первых, нужно подать сведения в игре об изменении, а во-вторых, нужно будет потратить определенные усилия для того, чтобы проверить, что вы исключены из всех черных списков, которые попали в связи с вот такой ситуацией. Ну, абсолютно такая же история, если в игре внесена запись о прекращении действия юридического лица, ну, то есть, что юрлицо прекратило свою деятельность, а через какое-то время сдается отчетность этого элемента. Ну, и самый неприятный, конечно, момент это в случае, если налоговики обнаруживают, что декларации, например, по НДС, имеют расхождение по контрольным соотношениям, значит, или по страховым взносам по РСВ обнаружены ошибки в расчетах. Вот сюда входят ошибки, которые связаны с округлениями и с какими-то вот такими чисто техническими мероприятиями. Такое встречается, к сожалению, достаточно часто, особенно если большое количество сотрудников, то округление может давать, ну, конечно, не очень крупные, но достаточно значимые показатели. Почему на это стоит обратить внимание, потому что осталось практически полтора месяца до окончания года, и такие показатели стоит проверить, то есть проверить данные по регистрации и проверить действительность электронных подписей, ну, проверить правильность составления всех показателей. В чем, скажем так, ложка дегтя вот этого вот этого постановления? В том, что вы можете сдать отчетность абсолютно нормально в нужные широки получить подтверждение оператора, что ваша отчетность там доставлена и находится на обработке в налоговых органах. И потом, через некоторое время, когда вы уже расслабились, и спите спокойно, что все хорошо, получить от налоговых органов уведомление, что ваша отчетность считается непредоставленной. Почему такая ситуация может быть? потому что после получения ваших отчетностей налоговый орган начинает камеральную проверку, проверяет его до того момента, как не натыкается на какое-то из этих нарушений. А в этом случае налоговый орган приостанавливает, точнее прекращается камеральную проверку и отправляет вам уведомление о том, что отчетность не предоставлена. Но если на моменте, когда проходит камеральная проверка, четко оговорено, что в течение 5 рабочих дней налоговый орган должен вам поставить уведомление, то момент начала камеральной проверки нигде не оговорен. То есть камеральная проверка может быть у вас значата. И через 3 дня после того, как вы подали отчетности через неделю. То есть в этом случае это может произойти в любой момент, но срок начала камеральной проверки в этом случае конкретно не оговорен. Достаточно сильно изменены штрафы, штрафные санкции. Ну самый, наверное, такой напряженный штрафной напряженная ситуация со штрафами это по прослеживаемым товарам. То есть во-первых, штрафы были предусмотрены изначально, но поскольку не были разработаны на момент введения в действие, то есть это прошлый год, на момент введения в действие этого положения некоторые нормативные документы, то есть не локальные, на уровне законодательной власти, то штрафные санкции были приостановлены, то есть за какие-то нарушения штрафные санкции не выставлялись. В этом году с 1 июля планировалось ввести штрафы за нарушение требований по прослеживаемости товаров. Однако в связи с тем, что у нас сейчас достаточно сложная экономическая ситуация, то есть введены санкции и соответственно другие сложности при работе с валютой, то срок перенесли на вступление в силу на 24-й год, то есть не следующий, а через год. Это то, что касается прослеживаемых товаров. Но в других отраслях, так сказать, ситуация со штрафами не такая благополучная, скажем так. Ну, вы видите вот на экране штрафы, которые должны были бы быть, если бы вы сделали какие-то нарушения в прослеживаемых товаров. А кроме этого нужно обратить большое внимание на статистику, потому что штрафы, которые касаются статистической отчетности, на самом деле были приняты уже достаточно давно, но достаточно благополучно все не игнорировались, потому что на практике эти штрафные санкции не применялись. С этого года статистика начала штрафовать за нарушение сроков предоставления отчетности, за несдачу отчетности. И штрафы достаточно серьезные. То есть в первичном случае это порядка 70 тысяч рублей, от 70 до 100 тысяч рублей. и при повторном обнаружении такой ситуации штрафы до 150 тысяч рублей. Поэтому обратите внимание, штрафы уже применяются, и чтобы вам не нарваться на штрафы, вам нужно проверить, зайти на сайт статистики и по своему ИНМ проверить, какие формы статистической отчетности вы должны сдавать в этом году. Потому что может быть вы попали под выборку под какую-то и дополнительные формы отчета должны сдавать. Статистики мы еще немножко позже вернемся. Но на эти штрафы нужно обратить внимание, чтобы не попасть под санкции. Обратите внимание, что ужесточились требования КААП и соответственно причины, по которым могут быть возбуждены налоговые уголовные дела по налоговым преступлениям. Ограничение оснований для возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям законом предусматривается возможность возбуждения следственными органами уголовных дел только по материалам налогового ведомства о возможном наличии в действиях налогоплательщика состава преступления. То есть обратите внимание, по материалам налогового ведомства. Этот документ разрабатывался для совершенствования правового регулирования по вопросам возбуждения уголовных дел. На самом деле в этом случае может быть такая может быть скажем так есть положительная динамика поскольку налоговыми преступлениями достаточно редко возбуждаются дела. Чаще всего это заканчивается применением штрафных санкций и административной ответственности. Ну правда с усилением так сказать с усилением штрафных санкций были внесены некоторые налоговые меры поддержки. То есть было отменено требование по начислению установленного с 31 дня просвочки исполнения обязанности по уплате налогов. Увеличен лимит то есть сделки между взаимозависимыми лицами признаются контролируемыми если сумма доходов по таким сделкам за соответствующий календарный год превышает 120 миллионов рублей. То есть ровно в два раза. Раньше было 60 миллионов. Точно так же установлены меры поддержки для гостиниц для предоставления в аренду или пользования объектов туристической индустрии. То есть меры поддержки в принципе введены для наиболее пострадавших отраслей которые возникли вот с применением санкций. Пострадавшие отрасли вы можете проверить относится ваше предприятие к ним или нет по реестру пострадавших отраслей по своему АКВЭД. То есть если ваш АКВЭД попадает под пострадавшие должности пострадавшие отрасли то соответственно вы можете использовать эти меры поддержки. В основном это касается либо послабления какие-то налоговые либо льготное предоставление кредитов мер поддержки либо облегчения подтверждения каких-то налоговых конференций. Ну вот в частности это по НДС. И собственно говоря сама регламентированная отчетность в саму регламентированную отчетность у нас тоже внесены достаточно серьезные изменения но слава богу они не настолько критичны то есть была добавлена дополнительная отчетность по статистике то есть то что я вам говорила добавлены формы статистической отчетности и вам нужно обязательно перед составлением годовой отчетности проверить по сайту статистики какие формы отчетности ваше предприятие должно подавать чтобы не нарваться на штатные санкции. Кроме статистического наблюдения были применены собственно говоря некоторые изменения сами декларации то есть декларация на имущество внесены изменения и декларацию по налогу на дополнительный доход под добычу для водородного царья по НДС глобально форма пока у нас не поменялась и соответственно пока мы можем в этом отношении жить спокойно а вот другая сфера деятельность больше относится к кадровым работникам и в этом отношении связана она с мобилизационными мероприятиями и в этом отношении достаточно жестко изменили и штрафные санкции и отчетные то есть сейчас все организации обязаны вести воинский учет несмотря на то что это было прописано в законе уже достаточно давно пусть как вы видите на экране ссылки на документы и 96 и 97 года тем не менее каких-то серьезных штрафных санкций за не сдачу такой отчетности или за неведение воинского учета не применялось в отличие от того что сейчас то есть сейчас за неприменение воинского учета за уклонение от мобилизационных мероприятий предусмотрена во-первых уголовная ответственность а во-вторых ну штрафные санкции на организацию и собственно говоря вот в октябре нужно было подавать три отчета по воинскому учету если вы первоначально ну допустим если у вас небольшая организация небольшое предприятие которое не вело воинский учет то сейчас самое время это быстро не коллекодировать чтобы у вас к закрытию года и к сдаче годовой учетности это уже все было подготовлено здесь нужно обратить внимание вот на какой момент то есть соответственно комиссариаты сейчас должны подаваться данные о приеме и увольнении граждан которые подлежат воинскому учету здесь у нас есть две недели для предоставления сведений сведения о гражданах которые состоят на воинском учете а также о не состоящих но обязанных обратите внимание при мобилизационных мероприятиях это как бы основной пункт который может быть еще не состоит на воинском учете ваш сотрудник но обязан дальше список граждан мужского пола 15 и 16 летнего возраста такие сведения предприятия должны подавать ежегодно до сентября до 15 числа и список мужчин которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет здесь есть одна тонкость для того чтобы по конфигурации ERP в случае если вы например не ввели воинский учет чтобы быстро исправить ситуацию нужно провести некоторые настройки то есть если допустим в зарплате кадрах если это велось может не вызывать вопросов то в ERP некоторые блоки активируются если планируется с использованием или могут быть не активированы но сейчас мы с вами посмотрим картинку слайдика потом переключимся уже на демо программы посмотрим это в натуре для того чтобы активизировать блок по учету по воинскому учету мы должны в разделе и администрирование выбрать кадровый учет и внести здесь вот отметочки давайте мы сейчас переключимся на демо базу и посмотрим то же самое что я сейчас вам показывала на картинке то есть вот у нас блок инсы и администрирование мы в нем уже находимся вот у нас блок кадры и вот у нас здесь есть блок по воинскому учету вот он у нас с вами где присутствует и здесь мы должны проставить чекбоксы то есть вот такие зеленые галочки о том что предприятие ведет воинский учет и в случае если у вас есть такая льгота о том что вы ведете бронирование граждан на период мобилизации или на военное время дай бог чтобы этого не случилось после того как вы проставили здесь отметочки в программе появляется возможность вести соответственно блок воинского учета сейчас мы снова переключимся на слайды и теперь еще вот один момент это опять же по настройкам уже учетной политики то есть это мы с вами активировали возможность вести воинский учет а теперь посмотрим что изменится в учетной политике мы переключаемся с вами опять инсы и администрирование только кадровый учет нас уже не интересует вот наша учетная политика по организации мы здесь уже с вами были и теперь нас интересует закладка зарплата и кадры и вот в этом случае у нас здесь есть вот такой блок воинский учет если мы переходим по гиперссылке изменить то у нас становится доступным соответственно ну во первых выставить какой год во вторых у нас есть документация которая должна быть распечатана и утверждена локальными актами то есть это приказ об организации воинского учета и план работ по существованию воинского учета то есть это нормативные локальные акты которые организация должна распечатать и утвердить ну соответственно своим руководителем и которые у вас подлежат проверке в случае если у вас будет например проверять по поводу ведения учета и обратите внимание это должно быть согласовано и утвердено и руководителем организации и соответственно специалистом воинкомата то есть вы можете прямо из учебной политики закладочка зарплаты кадры осуществить распечатать так сказать эти документы ну и собственно говоря вот в этих нужном порядке вернемся снова к нашим слайдам напомню что за мобилизационные мероприятия и за воинский учет тоже введены достаточно жесткие стратные санкции ну и собственно говоря по другим налогам что у нас будет какие изменения то есть в следующем году мы будем сдавать 6 МДФЛ за этот год за текущий год то есть так же как и на данный момент сдавать 6 МДФЛ нужно по итогам квартала и срок подачи будет не позже 25 числа то есть это будет связано с введением единого налогового платежа и соответственно с отчетностью которая должна будет сдаваться до 25 числа а оплачиваться до 28 числа но в нашем случае за год за 22 год нужно будет сдавать отчетность не позже 25 февраля до этого момента у нас было не позже последнего числа месяца после отчетного квартала а годовой не позже 1 марта то есть в этом случае обратите внимание что сроки немножко другие декларация по прибыли то есть соответственно извините промахнулся то есть соответственно сейчас мы сдаем не позже 28 числа следующего месяца а в следующем году изменится на 25 то есть опять же с едиными сроками отчетности и платежа связано также не изменится периодичность то есть по квартально нарастающим итогам то есть первый квартал по вводе 9 месяцев годовой если у вас ежемесячно вы рассчитываете авансы по фактической прибыли то в этом случае вы должны будете сдать декларацию не позже 25 числа месяца следующего за отчетным по упрощенке в следующем году будут только изменены сроки то есть для юрлиц не позже 25 марта а для ИП не позже 25 апреля ну и собственно говоря последнее что мне хотелось бы сказать это про имущественные налоги с 23 года декларация по налогу на имущество сдается не позже 25 марта следующего года и если у компании налоговая база для исчисления это по кадастровой стоимости объекта то с 23 года компания не обязана направлять декларации по налогу на имущество в УТНС то есть объекты по которым база кадастровой стоимости декларации не указываются ну а декларации по транспортному и по земельным налогам мы не сдаем еще раз хочу обратить ваше внимание на то что отчетность которая изменена в связи с нашими законодательными изменениями отражена практически очень оперативно во всех новых релизах то есть вам нужно обязательно обращать внимание на релизы конфигурации на этом разрешите нашу встречу закончить мы уже так немножко перебрали по времени я хочу вернуться еще раз на титульный лист и обратить внимание на наши контакты то есть мы приглашаем вас в сотрудничество будем очень рады взаимодействовать и напомнить наш адрес нашего сайта пригласить вас посетить его и посмотреть может быть вы найдете интересные для себя материалы на этом компания Кодерлайн благодарит вас за внимание за выделенное время и мы прощаемся с вами приглашаем на новые встречи и на обсуждение новых тем всего доброго КОНЕЦ